МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин регионов студии Кристина Каранкевич. Добрый день у этом выпуску «Глядите». Тепло и комфорт у домах, как в области, начался отепляльный период. Левшим земляробам в области поклоны повага. Фестиваль «Кермаш» до жинки 2017 в Кличове. Молодь рушить на сустраж другим европейским гульням, где у республицы означали первое свято, расскажем у выпуску. Десять заворот у наконт подачи тепла на контроле. Остатние скарги, которые поступали в ЖРЭУ Могилёва, выращались поступово. Про это поведомили у диспетчерской службе областного управления жильево-коммунальной господарки. В области отепляльный период начался без аварий, удокладняют специалисты. Шмат локальных работ, але они заусюди связаны с наладкой системы тепления. Нагадаем, социальные объекты, садки, школы, больницы в регионе начали подключать с третьего костричника, а жильевый фонд – сёмага. На ранницу понеделка 94% кватерпа в области отрымали тепло. По-ранейшему у некоторых батареи застаются холодными, але гэта частей связана с конструкцией системы подачи тепла. Каб вырешить такого роду проблемы, и дается до десяти дён. По слову специалистов отдела энергетики и палева Аблвыконкама, проблем с подачей тепла не повинны возникнуть. Подрыхтовка до тепляльного сезона была проведена в полном объёме. Усе 578 теплокрыниц региона отрымали по шпарты готовности. Четыре человеки загинули на пожары в Могилёвском районе. Пожар отбылся в ночь на неделю в приватном жилом доме у агроградку Вейна. Коли выратовальники пробыли до места, здарение дом гораю открытым полом. По час ликвидации у сгорания выратовальники знайшли телы четырёх человек. Высветлилася гэта 60-годовая госпадыня дома уладанья, яе 39-годовый сын, 54-годовый мужчина, який жил с госпадыней, и женщина, особу якой вызначают. Следшие будут высветлять докладную причину пожару. Призначены шерых доследований, які проведут специалисты Державного комитета судовых экспертыз. И до інших падей, больше за тысячу удельников з усіх районов от Хотимска до Осиповишу Могилёвской в области ушановали лепших земляробов. На областный фестиваль Кирмаш собрались атыя, хто плённо працаваў весь год на палетках, на подрыхтовцы техники и на перопрацовцы. Гоноровая гостя, артысты, народные умельцы и вядома лепши аграры Могилёвской в области. Усях их на областный фестиваль Кирмаш Дажинки собрал гостинный Клишав. У райцентры подвяли выники уборочной кампании 2017 года. До свята хлебороба у столица форуму змянилась до непознавальности. Подарунки район отрымаў и у день открытя фестивалю, кличувши на вядомый партызанский край. С ворогами тут змагаліся и зброў, и словам. Тому символична, што першу Могилёвской в области помник военным журналістам открыли на гэтай землі. Я очў рада, што вот эту идею поддержали все журналисты. И не только журналисты печатных изданий, но и телерадиокампания Могилёв. Журналісты в годы Великой Отечественной войны, как и рядовые люди, встали на защиту своего Отечества. И слово ведь не зря приравнивалось к штыку. Центральну площу обласной столицы Даженок упривожила скульптура Рог Багатця. Символ добра биту и працевітості. Кабыз гетага часа тут завсёды было. З Рогу усяго много. Мы всегда готовы принимать гостей, мы всегда рады гостям. Сделали очень многое, конечно, хотелось бы и ещё больше, но вы видите сегодня, как преобразился город. Результат 34,5 тысячи тонн валовый сбор зерна, 32,3 центера з гектара. Это выше прошлогоднего. Достойный результат. У Святочном шести, у Сеттея, кто зранится до ночи, обмолочвал, перевозил и сушил зерни. У Сиены – герои жнива. Если урожайность нормальная, нормально всё организовано, то инженерная служба, агрономическая служба, ну вот он, и результат. Хлеб убирать надо. Ну и понятно, что дома в основном не находишься. Начиная с весны и до поздней осени. Не каждое зерно как бы можно вышлить правильно. Получается, например, каждая культура требует свою температуру, свой воздух и всё остальное. Это очень сложный процесс такой. Предприятие работает больше семи лет. И это для меня первая награда. И для меня это очень даже радостно. В 2017 год для наших хлеборобов поспеховы. Заготовлено необходимое количество зерна для продовольствия. Ну, будем говорить, полуторагодовой запас у нас есть. Есть достаточно зерна на корм. Идёт реализация муки на экспорт неплохо. Идёт закладки сейчас плодовошной продукции, встав фонды. В совокупности всё это говорит, позволяет подвести итог и сказать слова благодарности. Ещё раз и порадоваться за то, что наша земля даёт тот результат, который мы рассчитывали. Гуляни у Кличеви протягивались до поздней ночи. С святочным настроем и заслуженными узнагородами хлеборобы разъехались по розных кутках Махилёвской области. Илья Соболёв, Александр Артемьев, Новин Региона. Кличев стал первым райцентром республики, который принимал свято на встрече другим европейским гульням. Так что тут не только у Шановле Аграрии, но и ставились спортивные рекорды. Подробности ведут наши корреспонденты. Первый белорусский медаль на летних олимпийских гульнях у бразильской МРЭ за воеванной тяжкоатлеткой Дарьей Наумовой. И свой шлях у Велики Спорта она починала у Кличи. В плане всего нам большое улучшение пошло в плане города и спортивного зала, стадиона. Намного лучше стало. Можно всего добиться, если было желание и какая-то определенная большая цель. Проброводилась не только город, но и спортивная инфраструктура. В том числе построена на стадионе в данном колледже хоккейная коробка, которая стандартно почти 60 на 28. Можно принимать любые мероприятия областного и республиканского уровня. Приобрели мы мини-футбольную площадку 40 на 20 с искусственным покрытием, где тоже востребовано, где отдыхают и бегают в футбол, не только дети, но и взрослые. Клишу стал первым райцентром республики, який принимал свято на сутсор с другим европейским гульням. У першиню про самаль 30-х годов у Клишеви снова гуляли у мотобол. С показальными матчами сюда приехали удельники першинства Беларуси с Бобруйска, где у Лику лидеру и клича улянин Яуген Зевакин. Друзья подсоветовали поступить в Бобруйск. Там учились моих два брата и занимались самим мотоболом. Один воротар – лучший игрок Беларуси. Ему в Пинске вручили лучшего воротара. Ну и сам решил, что братья позвали играть в мотобол. Адреналин, мотоциклы. С поборницей по стритболе, волейболе, шахматам, настольным теннисе, футболе, лёгкой атлетыцы и дартсе. У Клишеви имкнулися оправдать статус райцентра республики, який першим примал свято, примеркованное до европейских гульням. Наталья Ильинч, Илья Соболев, Александр Артемьев, Новинир Геона. И до инших спортивных падей. Минские цмоки – владельник Кубка Беларуси по баскетболе. Финал турниру сярод четырех лепших клуба Украины отбылся в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Мясцовый борисфен – Гродно-93. Две столичные команды спрачались за перемогу на турниры. Мацнейшей знов стала команда Минских драконов. Могилявчане другие – у Гродзенцов бронзовые узнагароды. А кроме тытулу мацнейшей команды, на Кубку Беларуси узнагародзели лепших у своим амбуа. Пяти гороков борисфена увайшли у символичную сборную. На гэтым тыдне берет старт чемпионат Беларуси. Селета ян пройдя зуделам десяти команд. С першага этапу боротьбу за медалі пашне и команда Цмоки. Могилявчане свои першые гульни проведуть у гостях. Хатні сустраши запланованы у Олимпийцы на опошній выходные Кастрышніка. Дарачы, займацца спортом ті і просто вести актывны ладжыця можна ў любым узрості. Про гэта свечыць відея, якою удалося зняць днями ў Могилёві в микрорайоні Казіміровка. Ваші увазі рубрыка «На власнае вочы». Казахстан Казахстан Усі новини про життё в області на нашім сайте. Тавар Могилёв, Кропка, Байна. Я з вами развидваюся. До сустрэччі. Субтитрувальниця Оля Шор Казахстан